5 лет лишения свободы и 7 лет лишения водительских прав. Такой приговор получил виновный в ДТП, жертвами которого стали 4 учителя из соседней области. Полицейские через социальные сети выследили нарушителя. Водитель грузового шахмана посреди ночи внезапно выехал на главную дорогу, едва не сбив легковой автомобиль. Плохие дороги, нехватка школ и бродячие животные. Жители нескольких новых микрорайонов, где проживает 90 тысяч человек, пришли на встречу с Акимом Ак-Тубе. Некоторые актюбинцы уже второй месяц вынуждены обходиться без горячей воды. Ремонт сетей продолжается. Если все пойдет по плану, то воду включат 10 сентября. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Дожди и усиление ветра ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане, сообщает КАСТАКСО с ссылкой на КАЗГИДРОМЕТ. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер. На большей части республики температурный фон продолжает постепенно повышаться, сообщили сегодня синоптики. Полицейские через социальные сети выследили нарушители правил дорожного движения. Водитель грузового шахмана посреди ночи внезапно выехал на проезжую часть, едва не столкнувшись со встречной автомашиной. Момент инцидента утек в сеть, что облегчило поимку нарушителя. Ему пришлось на камеру извиняться за содеянное. «Я водитель данного грузовика «Шахман». Признаю, что ночью неправомерно выехал на проезжую часть и создал аварийную ситуацию. Причиной послужило то, что я попросту не заметил движущиеся на меня авто. Приношу свои извинения за это». Случай, о котором рассказал раскаившийся, произошел на трассе Актубе-Астрахань. На кадрах с регистратора видно, как грузовик выезжает со второстепедной дороги прямо перед самым носом легковушки. Виновника не остановило и то, с какой скоростью мчались машины по главной трассе. В итоге «Элихач» получил штраф в размере 10 МРП, сообщили сегодня в полиции. А вот другой грузовик этой же марки попал в поле зрения видеорегистратора уже сегодня. На этот раз «Шахману» уже не удалось избежать аварии. Больший груз пошел на обгон, но потерял управление и столкнулся с идущими по встречной полосе легковыми автомобилями – Ниссаном и Мерседесом. Сам грузовик перевернулся и вылетел на обочину дороги. ДТП произошло сегодня на трассе Актубе-Астрахань. Как сообщили в департаменте полиции, водители грузовика и Ниссана госпитализировали. 5 лет лишения свободы и 7 лет лишения прав на управление автомобилем. Такой приговор получил виновный в ДТП, жертвами которого стали 4 учителя из Западно-Казахстанской области. Приговор был оглашен сегодня в зале районного Хабдинского суда. Напомним, страшная авария случилась с 1 июня на трассе Самары-Шимкент в Хабдинском районе. 27-летний водитель «Лады Ларгус» превысил скорость и столкнулся с автомашиной «ДАФ». Двое пассажиров скончались на месте, еще двое в больнице. Сам водитель отделался переломом и несколькими ушибами. Дефицит жиженного газа в регионе власти сегодня пытались обосновать увеличением количества легализованных машин. По данным областного управления энергетики, на текущий момент месяц в нашу область запланировано поставить 12,5 тысяч тонн автогаза, а в центральный аппарат был направлен запрос на выделение дополнительной порции топлива. Как сообщили сегодня в управлении энергетики ЖКХ, за последний месяц число машин с газовым оборудованием выросло сразу на 5 тысяч единиц и сейчас составляет 53 тысячи. Легализованные машины теперь официально могут учитываться при запросе автогаза из заводов страны. Однако это лишь значит, что теперь топливо на область нужно заказывать больше, но никак не объясняет, почему неожиданно стали появляться очереди у заправок. В Актюбинской области после легализации было увеличено количество автомобильного транспорта, ездящего на газу. Также имеется большой поток транзитного автотранспорта. Для выравнения данной ситуации также нами отрабатывается с Министерством энергетики по выделению дополнительных объемов с заводов жирно-нефтяного газа. В минувшем месяце в регион было поставлено примерно такое же количество голубого топлива, что и рассчитано на август – 12,5 тысяч тонн. Вот только дефицита месяц назад не было. Внятного объяснения этому в управлении энергетики сегодня не предъявили. Основная причина, по их мнению, это возросший автотрафик. По расчетам чиновников для покрытия увеличившейся потребности необходимо суммарно 16 тысяч тонн в месяц. Влад Рогушев, программа «Факт». Отчетная встреча Акима города Азамата-Бекета и Акима района Астана Айбека-Купенова с населением прошла сегодня в 63-й школе. Задать вопросы представителям власти пришли жители микрорайонов Батыс-1 и 2 и жилого массива Береке, где в общей сложности проживают более 90 тысяч человек. По словам Акима района Айбека-Купенова, в этой части города ведутся активные работы по улучшению условий жизни для актюбинцев. Так, в рамках программы бюджетно-родного участия в 2023 году в микрорайоне Батыс-2 будет реализовано 6 проектов по установке детских и спортивных площадок во дворах жилых домов. В микрорайоне Батыс-2 в рамках программы бюджетно-родного участия было принято 6 проектов на текущий год. Так, во дворах нескольких домов будут установлены детские и спортивные площадки, футбольные поля, уложен новый асфальт. Кроме того, в рамках этой же программы в список работ на будущий 2024 год по итогам решения комиссии и голосования было принято еще два проекта. Среди них установка специальной спортивной площадки для актюбинцев с ограниченными возможностями. Много жалопа жителей услышали власти города по поводу плохого состояния автомобильных дорог и наличия бродячих собак. Для того, чтобы озвучить давно мучившие их проблемы, актюбинцы приехали даже из других районов города. Сделали пусковую дорогу. Там перед первым корпусом все распрощили, заасфальтировали, поставили асфальт. Все, что вокруг было, наше, то, что сделал застройщик асфальт, он без сания весь сломан, поврежден. Они вот сейчас асфальт сделали, после себя щебенку, песок. Все это оставили, накидаем и ушли. Скажите, пожалуйста, кто будет за ними убирать? Сошел их лет, весной водопад воды идет в отбор. С этого Киковского дома длинные, то есть 13, желтые балконы. В прошлом году поток воды пошел. Когда я подошла к представителю того дома, почему вы направляете нашу сторону воду? Она мне сказала, вот сейчас комиссия пришла, у нас подвалы в воде, они сами вам направили. Пожалуйста, на этом участке сделайте вернем. Я жительница микрорайона Батас-2, и меня больше всего интересует вопрос ремонта автомобильных дорог. С этой проблемой я уже обращалась и в городской ЖКХ, но безрезультатно. Дороги – это проблема не только нашего района, но и целого города, поэтому прошу обратить внимание. Также меня беспокоит то, что у нас бегает очень много бездомных собак, иногда даже стаями. Завтра начнется школа, дети будут ходить одни утром, когда темно, и возвращаться, когда тоже уже стемнело. Многие дети ходят поодиночке, поэтому проблема встает все более серьезно. Все эти вопросы, касающиеся как микрорайона Батас, так и других частей города, местные власти пообещали взять на контроль. Кроме того, одной из самых животрепещущих проблем местных жителей является нехватка школ. Айбек Купенов ответил, что в скором времени здесь появится несколько крупнокомплектных школ. Одна из самых волнующих проблем является проблема нехватки школ в этой части города. Мы с ней прекрасно знакомы. В микрорайоне Батас-2 в рамках проекта «Доступная школа» появятся две новые школы на 2900 мест. Их сдача планируется в 2024 году. Вместе с этим в сентябре текущего года планируется открыть новую частную школу на 2500 мест. Также в 2024 году начнется строительство школы на 2000 мест в микрорайоне Батас-3. Завершение строительства запланировано на 2025 год. Жанна Исалдинова, Влад Рогушев, программа «Факт». Жителям Ак-Тубе продолжают ограничивать подачу горячей воды. Причина кроется в ремонте теплосетей, сообщили сегодня в Ак-Тубе Суэнерджи Групп. В компании заверили, что все работы идут в штатном режиме и завершатся до 10 сентября. Ранее Монополит сообщал, что часть домов подключит к горячему водоснабжению 10 августа, остальные – 10 сентября. Но уложиться в срок на каждом участке не всегда получается по объективным причинам. В компанию Монополисти добавили, что до 10 сентября горячая вода будет ограничена в 12 домах по улице Братьев Жубановых, проспекту Алии, Молдогуловой и Абилка Ирхана, на Моресево и Пацаево. 20 новых пограничных застав строит Казахстан на границе с Россией, сообщил сегодня первый замначальник Департамента охраны границы пограничной службы комитета нацбезопасности серии Кахмед Калиев, пишет Спутник. По его данным, постройка погранзастав ведется в рамках национального проекта «Безопасная страна». Всего план предусматривает строительство 50 застав. При этом на юго-западе страны за последние пять лет ввели в эксплуатацию 15 пограничных застав модульного типа, добавил представитель КНБ. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Медицинский работник с диагнозом параноидная шизофрения работал в детском лагере в ЖТСУ. Прокуратурой проводится проверка деятельности девяти лагерей. Практически во всех не соблюдаются нормы пожарной безопасности. В некоторых детям не дают свежих овощей и фруктов. В инфекционный стационар Павлодарской области детской больницы с подозрением на корь за последний месяц обратились 11 детей. Подтвержденных случаев 10. Самому маленькому пациенту с корью год 4 месяца. Все дети перенесли заболевания в легкой форме. Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану. Были летальные исходы. Мерой, позволяющей избегать возникновения недуга, является плановая вакцинация. Десятки алматинцев стали жертвами финансовой пирамиды QNET. Пятеро фигурантов дела с ноября 2018 по 2022 год руководили филиалами пирамиды в Алматы. В ее деятельность вовлечены 45 вкладчиков. Полиция, которая на протяжении нескольких дней пыталась проверить неблагополучную семью гражданки 82 года рождения из Павлодара. Когда дверь взломали, полиция обнаружила женщину в состоянии алкогольного опьянения. Девочка 7 лет, мальчик 5 лет и 3-летний мальчик были неухожены. В доме царила антисанитария. Детей доставили в Центр поддержки. Материалы будут предоставлены для лишения женщины родительских прав. Производство бензина и ряда других видов горюче-смазочных материалов значительно сократилось в июле. Выпуск бензина в Казахстане в июле составил 328 тысяч тонн. Что ниже выпуска в июне, почти на 20 процентов, сообщает Бюро национальной статистики. В Москве в посольстве Казахстана в России состоялась передача останков погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских воинов. Они были найдены в Тверской области поисковыми отрядами «Память поколений» и «Фронтовые дороги». Благодаря сохранившимся бланкам солдатских медальонах удалось установить личности бойцов. Это уроженец Алматинской области Филипп Парасенко, 1903 года рождения, и уроженец Североказахстанской области Иван Сурнин, 13-го года. Они погибли в 1942 году в ходе кровопролитной Ржевской битвы. Родственники Ивана Сурнина найдены, Филиппа Парасенко пока нет. В ближайшее время останки солдат доставят в Казахстан, где захоронят со всеми почестями. Сейчас на Рикотова небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. В суде продолжаются слушания дела экс-акима Активенской области Ермека и Монтаева. Сегодня были допрошены свидетели из числа его бывших коллег. Сегодня в Народной канцелярии прошел День открытых дверей. Посетители смогли проконсультироваться по вопросам миграции, юстиции и соцобеспечения. В полночь завершился срок сдачи налоговой отчетности. Долги по налогам имеют свыше трех тысяч активенцев. В общей сложности это 18 миллионов тенге. Роботы, роботы, роботы! Роботы в Октабе! Робопарк! Выставка роботов в ТРЦ Октабе Мол. Приходи в Робопарк с 19 августа по 1 октября. Роботы ждут тебя. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн. На сайте rikotv.kz Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Вы смотрите программу «Факт» на Рика ТВ в студии Сергей Довгалюк. В городском суде номер 2 продолжается слушание дела экс-акима Активенской области Ермека Монтаева. Сегодня были допрошены свидетели из числа действующих и бывших сотрудников социально-предпринимательской корпорации «Актубе», которые взаимодействовали с подсудимым во время вменяемых ему махинаций с земельным участком. Ермек Рикостович написал письмо на имя Акима города, на имя Акима Абдулина и Шахарова, что меня включили в состав земельной комиссии. В связи с тем, оба Акима города отказались включить меня в состав земельной комиссии. Но все равно я участвовал в этом комиссии. В июне 2020 года Ермек Монтаев вызвал меня к себе в кабинет и указал, что я должен писать про таком заседании, потому что я не участвовал, потому что якобы я присутствовал. В деле фигурирует несколько десятков свидетелей. А в этой связи судебные разбирательства сегодня не завершились и будут продолжены. Напомним, Ермек Монтаева судит за продажу в 2021 году земельного участка акционерного общества СПК «Октубен». Данное предприятие подсудимый возглавлял с 2019 по 2021 годы. Сегодня в Центре обслуживания населения в здании Народной канцелярии прошел день открытых дверей по вопросам возникающих у жителей города в процессе оформления госуслуг. Сюда были приглашены специалисты государственных органов, у которых актюбинцы смогли получить ответы на вопросы в сферах миграции, юстиции и соцобеспечения. Ежедневно в ЦОН нашего города обращается огромное количество граждан. Все они приходят с целью получить ту или иную услугу, однако бывают случаи, когда в процессе этого у них возникают различные вопросы, ответ на которые могут дать только специалисты компетентных органов, например, земельного кадастра. У нас вопрос по регистрации недвижимости и земельных участков на кондоминиум. Мы обратились в ЦОН, но так как специалисты не совсем, наверное, уверены, пришли на консультацию к специалисту по регистрации. Мы не совсем юридически грамотные, поэтому такие консультации необходимы. Как раз специалисты земельного кадастра присутствуют сегодня здесь на дне открытых дверей. Вместе с ними представители юстиции, миграции, специалисты по вопросам недвижимости, а также сотрудники системы соцобеспечения. Кстати, в этой сфере актюбинцев возникает особенно много вопросов. Сегодня очень много людей по моей части работают. Это пенсии, пособия. Люди приходят, спрашивают, ну, пакет документов для пенсии, какой стаж учитывается, какой не учитывается, какой, ну, вот эти нюансы, моменты, что входит, что можно принести, чтобы стаж учесть. Или же, вот, многодетная семья, прописка обязательно, не обязательно при оформлении пособия многодетной семьи, для детей именно. Сейчас вот, ну, разъясняем эти все эти моменты, какие по всем видам пособий, какие документации нужны, как можно их сдать, за сколько дней их можно сдать, сколько срок оказания услуги длится, какие могут дополнительные документы спрашивать уполномоченные органы. Это все разъясняем. Специалисты, которые присутствовали сегодня на дне открытых дверей, это сотрудники тех ведомств, вопросы в сфере которых возникают у актюбинцев наиболее часто. В следующий раз на подобное мероприятие планируется пригласить представителей других наиболее популярных ведомств. Жанна Исалдинова, Влад Рогушев, программа «Факт». В полночь завершился срок сдачи налоговой отчетности. В связи с этим сотрудники городского управления госдоходов сегодня напомнили актюбинцам о необходимости уплаты налогов до 25 августа. Предприниматели сдавали декларации впервые после объявления пандемии в связи с коронавирусом. Управление госдоходов напоминает, что вчера, 15 августа текущего года, закончился срок сдачи налоговой отчетности по форме 910, 300, а также 200, 870. Напоминаем, что если вы сдали данные отчеты, нужно будет оплату произвести до 25 августа текущего года во избежание административного протокола. На данный момент задолженности по налогам имеют 3298 актюбинцев. Общая сумма долга уже достигла отметки 18 миллионов тенге, сообщили в городском департаменте государственных доходов. Алматинский Кайрат и футбольный клуб «Актубе» оштрафованы за неподобающее поведение болельщиков. Такое решение принял контрольный дисциплинарный комитет по итогам матча 18-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает официальный сайт КФФ. Цитирую. За неподобающее поведение зрителей, выразившиеся в нецензурных выражениях в адрес соперника, на ФК «Кайрат» наложить штраф в размере 100 мрп, говорится в заявлении. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Шанс выиграть кроссовер. Розыгрыш состоится 30 августа. Билеты в точках продаж лотереи, в отделениях почты и на сайте ez.kz. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на rikotv или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы «Рика». Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. «Эврика» всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм.